Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире ТОН-ТВ. Программа «Тема дня». В студии Михаил Горин, журналист и писатель. Здравствуйте. Я Павел Маргулян. Господа, ну вообще-то программа «Тема дня», но тема, которую я хочу вам предложить пообсуждать, она не даже ни дня, ни месяца, ни года, она десятилетия, наверное, тема. Ну вот, как пример для этой темы, случай, который был недавно в Иерусалиме, закрылся популярный ресторан из-за того, что владелец здания, в котором находится ресторан, потребовал от них не открывать заведение по субботам. Они, видимо, решили, что это не рентабельно, просто-напросто закрыли ресторан, и городские власти решили не вмешиваться, объяснив это тем, что как бы владелец здания имеет право решать, что делать со своим зданием, когда оно открывается, не открывается учреждение и так далее. Значит, ну вот есть контр-вопрос. Как вы думаете, что если было бы наоборот, ресторан кошерный, а владелец здания потребовал бы от него работать и в субботу, потому что там много туристов в центре Иерусалима, такая же была бы ситуация, так же бы не вмешались власти города или было бы гораздо больше шума? С кого начнем? Давид, наверное. Господа, меня удивляет вообще вся эта тема и все эти вопросы, потому что эта ситуация, она постоянно происходит, как в Иерусалиме, так и вне Иерусалима. Я человек кошерный, мне поесть в Тель-Авиве в центре практически почти невозможно. Там нет кошерных, один-два. Почему? Потому что нету спроса. В Тель-Авиве в центре люди живут в Светске, они по субботам все хотят пойти в страну, поэтому там нету такого места. А в Иерусалиме ровно наоборот. Там в основном публика железная, в Светске там мало, поэтому там спрос, который определяет предложение, иной. Поэтому в Иерусалиме там все более и более становится меньше этих спецких мест, поскольку диридиозное население здесь все-таки нахочет этого. А в Тель-Авиве или в Ашкелоне, в Ашдоге, там совершенно иной, а в Ашдоге тоже там, по-моему... То есть, интересы чисто экономические, вы считаете, должны обрететь ситуацию? По-моему, да. Тут нет никакой идеологии, абсолютно это не то, что кому-то залазит в тарелку или не дают чистые деньги. Хозяину этого здания выгоднее, чтобы у него больше будет посетителей, поскольку их просто объективно больше в Иерусалиме, и все. Нет, но хозяин здания, я не думаю, что получает выручку от ресторана, он получает свою аренду и плату, но, наверное, как владелец этого здания, он сам может решить, как оно должно работать. Я в связи с этим хочу напомнить ситуацию, которая была несколько лет тому назад с каньоном Айлон, по-моему, владелец которого был Лев Ливаев. Нет, не каньон Айлон, это каньон Браматавива. Браматавива, который сказал, что каньон, которым я владею, в субботу работать не будет, что хотите, то и делайте. То же самое была ситуация, может быть, обратная в Бетшемише, когда были беспорядки жителей ортодоксальных районов, которые потребовали закрыть так называемые русские рестораны, владельцы ресторанов подали в суд. И суд по закону о свободе бизнеса сказал, что мы не имеем права закрывать рестораны, они как бы работают по закону. То есть здесь, как Давид, наверное, отметил, не какие-то идеологические или теологические законы, а чисто экономические. Есть законы, которые позволяют владельцу решать, как будет работать помещение или ресторан, которым он владеет, или не позволяют. Может быть, здесь вот совсем ни при чем, мы напрасно будем обменять там власти города, то, что они не вмешались, как это так, и что они идут на поводу, допустим, у религиозного. Тут две стороны проблемы. Значит, я категорически не согласен с той оценкой, которую дал Давид, по одной простой причине. Давид сводит все это к тому, что есть некие экономические рычаги и ситуации. То есть вот рынок он сам диктует. В Тель-Авиве так, а в Иерусалиме так. Да ничего подобного. Если бы это сделал сам владелец ресторана, который бы как бы из светского ресторана переделал бы его в кошерный, не работающего саботом, потому что это более выгодно, я бы с тобой согласился. Но здесь не речь идет не о владельце ресторана. Владелец ресторана был категорически против этого. Во-первых, это надо отметить, что это один из самых успешных ресторанов в Иерусалиме, куда ходила в основном иерусалимская публика, обеспеченная и светская. Это потребовал сделать, превратить ресторан в кошерный, и чтобы он не работал по субботам, владелец здания, то есть арендатор. Ну, так это его полное право. О, вот тут мы приходим к главной проблеме. То есть, еще раз говорю, здесь проблема не экономическая, как ты говоришь, во-первых, а именно идеологическая, религиозная, называй как это хочешь. Наверное, по закону, я не юрист, наверное, по закону действительно тот, кто сдает помещение в наем, имеет право обусловить его какими-то условиями, параметрами и так далее. Своими требованиями. Да. Значит, на мой взгляд, все очень просто. Надо менять закон. Потому что этот закон неправильный. У каждого человека должен быть доступ к услугам. Если человек хочет в этом месте съесть тарелку некошерного супа, он должен иметь такую возможность. Ты, мой, это же, друзья, есть право частной собственности. Это частная собственность этого человека, и он имеет право с ней делать все, что он хочет. Нет, он не может иметь право все, что хочет. Он должен иметь право в рамках закона. Еще раз говорю, значит, надо менять законы. Почему закон определяет, что это не его? Объясняйте, я приведу простой пример. Был случай, мы здесь обсуждали его в студии коротко, этому случаю несколько лет, там суд долго длился, когда группа бизнесменов, очень придерживающихся традиции, религиозные люди, они держали зал торжеств. К ним пришла пара, заказала свадьбу. Пришли люди, заказали свадьбу. Все, они оформили, все замечательно. Потом выяснилось, что свадьба это была лесбийская. И они им отказали. Они сказали, нет, свадьбы у нас не будет. Те подали в суд, и суд выиграли. И хотя те заказывали, как говорит Давид, что вот я хозяин того зала, мое право. Суд сказал, нет, извините, есть закон о равном доступе к услугам. Ты хочешь соблюдать традиции в рамках своего бизнеса, держи бизнес, который не касается всех. Но если ты хозяин магазина, представь себе, что ты пришел в магазин. Да, но по такой логике вообще ни одного кошерного ресторана быть не может, потому что любой турист в Иерусалиме скажет, я хочу кушать у вас. Извините, это разные вещи. Это разные вещи. Нет, здесь речь идет в Иерусалиме, то, что случилось об изменении бизнеса. Миша, я могу прийти в ресторан с Финой и сказать, а я хочу здесь есть кошерное, и мне отказывают в бусину. Нет, он сказал, у меня нет в наборе услуг. Как это сделать, ты мне отказываешь? Здесь есть две стороны. Я думаю, что здесь юридический фактор. Вот если хозяин здания изменяет условия договора в середине действия этого договора, то есть они заключили договор, ресторан работает. Подождите, кто от этого выиграл? Объясните мне, пожалуйста. Вот, Давид, скажи мне, пожалуйста, кто от этого выиграл? Значит, был успешный ресторан, который пользовался особой популярностью. Люди проиграли. Оставьте владельца. Оставьте владельца. Люди проиграли. Люди проиграли. Нет, ну нет. А вот еще раз говорю, вот Парел в начале передачи привел пример. А как бы ты отнесся к тому, если бы это был светский ресторан, пришел бы новый владелец и сказал, а я хочу, чтобы он был кошерный. Миша, можно я тебе отвечу? Пожалуйста, Давид, да. А я считаю, что люди выиграли. Загрелось еще одно некошерное место в святом городе Иерусалиме. Аллилуйя! В люди выиграли. Да, в святом городе Иерусалиме. Я тогда возражать буду Давид вам. Нет, ну это та же логика. Тут приезжают туристы со всего мира. Это та же логика. Люди выиграли, так и люди тоже выиграли. Это не критерий. Какие люди выиграли? Объясни, пожалуйста, чьи люди? Владелец этого ресторана, которым он колол глаза, что он некошерный. Они выиграли? Они счастливы? Регионы люди выиграли, другие люди проиграли. Еще раз говорю, и ты по этой логике совершенно спокойно бы отнесся, еще раз говорю, если бы завтра, допустим, в Тель-Авиве или в Иерусалиме пришел бы новый владелец здания, где находится кошерный ресторан. Он сказал, вы знаете, я ставлю условия, он должен быть некошерный и работать по субботам. Так нет этих... Я говорю, к примеру, если бы такое случилось, ты бы спокойно к этому отнесся? Вы выражаете точки зрения, которые вот в некоторых местах не пересекаются. Мне кажется, что здесь должны действовать законы и только законы, экономические, юридические и так далее. Вот по закону можно так делать? Тогда человек... Я и сказал, если по закону можно, если по закону можно, если право владельца изменять, вид этого бизнеса вот так вот в пути, что называется, значит, это плохой закон. Наш законодатель должен к этому отнесся внимательно. Раз ресторан закрылся, он успешен. Я говорю свое мнение. Я говорю, что закон плохой. А может быть хороший? Если он закрылся, то он... Господа, мне кажется, у законов не может быть определения хорошим. Он закон, понимаете, его надо выполнять и на все. Значит, мне кажется, если ресторан закрылся, то, наверное, по закону они не могли пробить свои правила. право продолжать работать если владелец здания стоял видимо там были какие-то юридические не владелец просто решил что ему это не выгодно он не хочет этого владелец мог отсудить право вот и еще не выгодно до сих пор то ему было выгодно владельцу ресторана до сих пор было это выгодно он аккуратно вносил до сих пор арендную и все были довольны я имею ввиду хозяина зданием там сменился хозяин здания там пришел новый хозяин здания был светский че которому было безразлично это пришел на владели здания религиозный человек который сказал что он не хочет чтобы его здание был не кошерный ресторан и значит господа давайте как мне кажется выход только один потому что есть позиция нас еще раз я хочу писать который не пресекается вот вы считаете так а вы считаете так надо выполнять закон если новый владелец здания по закону имел право превратить ресторан кошерный то ничего не поделаешь так же как и в свое время русские магазины продолжили работать потому что за по закону их нельзя было закрыть я думаю вот это единственный выход из ситуации где мы могут найти с точки соприкосновения они должны встретиться в законе я хочу привести пример в вирусове были там какие-то вот эти спинящие магазины климы слова их нету почему рынка нету рынок определяется там нету публики которые этим магазинам нужны они исчезли а потом полно религиозных суде но там давид давид там еще нет их потому что им били окна там еще было там же их поджигали и прекрасно об этом они были в цели прекрасно знаю клемеслава самом центре города грамме магазины где были выставлены манекены и так далее не надо ну что надо это что не правда один случай все значит господа давайте посмотрим опять как будет развиваться эта ситуация как я уже сказал вот отталкиваясь от программы тема название программы тема дня это днем не разрешишь и годом тоже ситуацию но тут еще раз давайте сойдемся на том что надо выполнять законы если законы позволяют туда не позволяет или менять законы которые не поспевают за временем или менять законы а может не может не краски и блюд точечи со временем миши ты пидаешься по то что тебе не нравится его нужно изменить почему почему 10 с закон нет извините изменил не я изменил вот тот чек который пришел стал владельцем здания на стороне закона взял угробил ресторан который что у нас огромной популярностью куда ходили тысячи людей которые не могли найти себе место в другом местах иерусалима поскольку это было в этом городе и не устами где такие вещи не позволяются я могу сказать нет давид тогда объявить иерусалим бны браком вторым сделайте мы ашарим это превратите его полностью в иерусалим и все тогда не будет вопрос господа скоро так к сожалению у тебя к счастью у меня к сожалению давайте я вам дам вот такой пример по поводу все-таки развития закона творчества в нашей стране я буквально вот когда ехал в студию увидел такую информацию которая распространила второе управление теле радиовещание значит как вы знаете нас есть местные радиостанции в том месте в том числе есть радиостанция коль барама это радиостанция партии шанс да она существует лет 15 значит сейчас был период когда вы давали новой лицензии решуточные а второе управление сказала радио коль барама из-за того что у вас не звучат песни в исполнении женщин мы вам лицензию продляем только на год вместо четырех лет которым продлили всем радиостанции через год мы будем пересматривать нашу позицию если вы не будете продолжать делать то что вы делали значит мы у вас лицензию отнимем то есть есть какой-то прогресс в том числе и юридической сфере по отношению вот и вот к этой щекотливой теме которую мы сегодня коснулись законы должны совершенствоваться для того чтобы где-то вот противоположные точки зрения встретились все-таки в середине мне кажется самое главное для нашей страны чтобы чтобы михаил и давид встретились вот здесь середине мы пошли верной дорогой на что и хочется надеяться спасибо всем большое за внимание а нам с вами побольше вкусных кошерных и некошерных ресторанов всего доброго до свидания